Открытая спортивная тренировка прошла в Люберцах на минувшей неделе. Для жителей ее провели профессиональные тренеры и члены военно-патриотической организации «Русский ЛАД». Напомним, подобные тренировки проводятся в городском округе в рамках программы «Спорт в каждый двор». «Спорт в каждый двор» – полезный и нужный проект вновь позволил жителям Люберец узнать получше, что такое активный досуг. Настоящие профессионалы-спортсмены продемонстрировали свои способности, обучили Люберчан модному кроссфиту, помогали им выполнить упражнения. Организатором данного мероприятия – «Спорткомитет», а также соорганизатором общественной организации «Русский ЛАД». И, как оказалось, у общественников «Русского ЛАДа» есть чему поучиться. Анастасия Блинова в тайском боксе всего три года, однако уже имеет титул призера соревнований федерального уровня. Она – настоящий пример того, что мечты сбываются, стоит только по-настоящему захотеть. «Меня всегда привлекали такие виды спорта, но никогда я не решалась пойти. И как-то получилось так, что я все-таки решилась. Пришла девочка-девочка в тапочках». «Я считаю, что спорт – это обязательный элемент жизни. Потому что это здоровый образ жизни, это море энергии и отличное настроение». Спортсменка помогла и Люберчанам почувствовать на себе дух воина. Для ребят Анастасия провела мастер-класс, показала, как обороняться от противника, правильно держать удар и вести себя в бою. Грелку надуть, как шарик, закрутить в несколько оборотов арматуру, как пушинок поднять девчат и сломать огромный металлический гвоздь, который выдерживает полторы тонны. Яркой кульминацией открытой спортивной тренировки стало силовое экстремальное шоу «Русский характер». «Девочки, дружно, дружно, поддерживаем, что-то у вас не слышно». «Ура!» Сергей Чуприн наглядно показал, какой мощью может обладать настоящий мужчина, если полюбит силовой спорт. Все номера, которые исполняет силач, есть в книге рекордов Гиннесса. «Закручивание гвоздей – ужасно сложный номер, потому что, когда я их закручиваю, там суставы выворачивает, все потом болит. Когда я это показываю, я заряжаюсь от людей, я получаю огромное удовольствие. Люди смотрят, а не мотивируются на спорт». Такие тренировки в городском округе проходят с начала лета. Меняя локацию, их проводят еженедельно. Следующий спортивный флешмоб состоится в Томилине. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Субтитры создавал DimaTorzok